Посмотрите бордюры, какие их надо уже подкрасить. Дороги на Красную Поляну, пристальное внимание. Очевидно, что горный кластер будет одним из самых привлекательных объектов для туристов не только этим летом, но и в ближайшие несколько лет. К Олимпиаде вся эта зона была приведена к единому архитектурному облику. Спустя два месяца уже появились некоторые шероховатости. Накануне в городе прошел месячник по наведению порядка. Присоединиться к субботникам призывали и всех сочинцев. Однако некоторые не захотели убирать мусор даже во дворах собственных частных домов. По поручению мэра Анатолия Пахомова, сотрудники сельских администраций вскоре пройдут по дворам, проведут с людьми разъедительную работу. При необходимости социально незащищенным группам будет оказана помощь в вывозе мусора. А тем, кто так и не согласится навести порядок, будут выписаны штрафы. Каждый человек должен, естественно, навести порядок в своем дворе. Двор – это лицо собственника, кто там находится. Я думаю, краснополянцы это прекрасно понимают. Газон и все остальное также будем приводить в порядок. Я думаю, человек, жителю, перед которым имеется газон, неважно, муниципальный или нет, он тоже за ним будет ухаживать, потому что это перед его двором. В остальном будем проводить работу и устранять недостатки, которые выявлены. На эту работу мэр дал срок две недели. Во время объезда немалое внимание уделили и состоянию дорог. Затяжные дожди, прошедшие в Сочи, обнажили проблемные участки на трассах курорта. Речь шла не только о необходимом ремонте, который и так своевременно проводится, как, например, сейчас в Дагомысе, но и о благоустройстве прилегающей территории. Коснулись и вопросов санитарного состояния. Впереди курортный сезон, а это значит, что гости отправятся на туристические площадки и объекты. Мэр потребовал, чтобы трассы были в идеальном состоянии. Мы сегодня практически объехали все федеральные дороги, все направления, костевые зоны. Ну, глаз радуется. Хотя, надо сказать, что вы, наверное, заметили, что по ходу движения я делал замечания буквально всем служимам. И подрядчикам Росавтодора, и подрядчикам РЖД. И, конечно, у нас есть вопросы к нацпарку. И, естественно, что вопросы есть и к главам районов, потому что наш город сегодня имеет стартовую планку такую высокую, что сегодня там мелочей не бывает. И все должно быть ухожено, все должно быть очень красиво, радовать глаз. И я думаю, что так оно и будет. Первый туристический пост «Олимпийский бум» в Сочи запланирован уже на майские праздники. А сразу после официально открывается курортный сезон. Он в этом году обещает быть массовым. Отдохнуть в городе, где в воздухе еще витает запах олимпийских побед, много желающих. По данным гостиниц и санаториев, уже большая часть номеров забронирована. По словам мэра Анатолия Пахомова, сейчас у Сочи очень высокая планка и предпосылок для снижения заданного олимпиадой темпа нет.